Представитель управляющей компанией Ленинского района Самара Алексей Зотов хоть и пытается оправдаться, но результат недобросовестной работы налицо. Кроули от наледи коммунальщики очистили, а вот сосульки и снег сброшенный с крыши не убрали. Каждый день дворник выходит. Просто именно сброс снежной массы с кровли вовремя не подобрали. Вручную технику здесь невозможно сделать. Сюда невозможно загнать, не загнать ни бобкет, ни трактор. Просто спрессовался. Но дорожки, тропинки, лестницы очищаются регулярно, каждый день. Рейды с прокуратурой Ленинского района совместно с представителями районной администрации идут в ежедневном режиме. Инспекторы проверяют, как очищаются от наледи кровли жилых домов и внутридворовые территории от снега. По результатам проверок составляются акты и принимаются меры. В этом сезоне на недобросовестных сотрудников управляющих компаний района было составлено 56 протоколов по неочищенным кровлям и 20 по ненадлежащей уборке снега. Нарушения связаны с очисткой кровельного покрытия, очисткой придомовой территории, натиквартальных дорог. Соответственно, прокуратурой района принимается весь комплекс мер прокурорского реагирования. Управляющие организации привлекаются к административной ответственности. Сегодня рейд провели в районе студенческого переулка 2А. На нарушителей было составлено три протокола. Управляющим компаниям, в чьем ведомстве находятся эти территории, придется выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Дешевле организовать работы, навести порядок, технику привлечь, дворников привлечь, чем платить вот такие штрафы. Но я полагаю, что благодаря вот такому контролю, который сегодня проводится, все-таки достучимся до всех управляющих компаний, чтобы все научились содержать свои территории надлежащим образом. Представителям управляющих компаний ЖСК и ТСЖ в очередной раз напоминают, работа по расчистке дворов от снега и его вывозу нужно проводить ежедневно. В таком же режиме необходимо очищать кровлю жилых домов. В противном случае придется платить штраф. Ольга Павлова, Константин Головин. События.